МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бойкой торговли быть, несмотря на непогоду. В семи городах области стартуют сельскохозяйственные ярмарки. Деньги несут обратно. Жители Кузбасса после ажиотажа с наличными на прошлой неделе одумались. Слово «ценою в жизнь» или как полиция региона спасла особо важного свидетеля. На телеканале «Мой город», время новостей, в студии Ксения Кривко. Здравствуйте. В семи городах Кузбасса пройдут новогодние сельскохозяйственные ярмарки. Местные производители представят свои товары 26 декабря в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Анжиросуджинске, Междуреченске, Прокопьевске и Киселевске. На ярмарке кузбассовцы смогут купить молочную и мясную продукцию, хлебобулочные и ликероводочные изделия по ценам на 10-15% ниже рыночных. Также в этот раз во всех семи городах Кузбасса на ярмарке будут работать консультанты Центра технической инвентаризации, где жители региона смогут бесплатно получить помощь юриста и кадастрового инженера. В областной столице новогодняя ярмарка традиционно пройдет на площади советов с 9.30 до 16.30. Снегопад, который прямо сейчас идет в Кемерове, уже завтра может прибавить головной боли автолюбителям. Возможно, снег будет идти всю ночь, что само собой повлияет на дорожную ситуацию. При этом коммунальные службы в городе уже начали уборку улиц. Поэтому обращаемся ко всем водителям, не оставляйте свои машины там, где нет парковочных мест, иначе они будут мешать уборке снега. Ну а если кто-то не захочет найти место своему автомобилю, то вполне возможно, железный конь окажется на спецстоянке. Сегодня вывозить снег коммунальщики будут с улицы Весенние, Мичурина, Сибиряков-Гвардейцев и Соборная. Также снегоочистительные машины уже выехали на проспекты Химиков, Ленина и Кузнецкий. Проезд от Октябрьского до Первой Заречной уже до завтрашнего утра также обещают очистить от лишнего снега и наката. Ажиотаж закончился. Кузбассовцы не бегут в банкоматы снимать деньги. Наоборот, они начали больше вкладывать. Чтобы еще раз успокоить своих клиентов и рассказать о перспективах финансового сектора, перед журналистами Кемерово, Томско-Новосибирско и Алтайского края отчиталось руководство Сбербанка по Сибири. Рассказывает Остап Григорианц. Еще на прошлой неделе у банкоматов стояли огромные очереди. Люди снимали все деньги, какие были на счетах. Между собой шептались, мол, все карты заблокируют и деньги пропадут. Панике, концов которой сейчас уже не найти, поддалась практически вся страна. Со среды на прошлой неделе и вплоть до вторника только кузбассовцы сняли со своих счетов почти 7 миллиардов рублей. Сегодня мы видим, наоборот, обратную тенденцию. Люди, которые под волной паники каким-то образом снимали деньги, возвращаются в банк. Мы замечаем приток депозитной базы. И если у нас была раньше проблема загрузить банкомат, сейчас у нас проблема разгрузить банкомат. Видеоконференция Сбербанком организована не случайно. Самая крупная финансовая организация в стране за последнюю неделю, скажем прямо, натерпелась. Загружали банкоматы, выходили работать в ночь, отвечали на сотни гневных писем клиентов. В столь массированной атаке на Сбербанк, возможно, даже будут разбираться правоохранительные органы. Но это уже дело будущего года. Сейчас же не только Сбербанк, но и вся финансовая система России существует в новой реальности. Выросли проценты по вновь выдаваемым кредитам. На два процентных пункта увеличилась ипотека. Это дань современной экономике. Но у Сбербанка было и даже теперь, пожалуй, самое выгодное предложение. От 14,5% до 16% для тех, кто хочет купить свое жилье. По ипотечным кредитам, которые были одобрены, но не выданы, процентная ставка будет предлагаться уже новая. И клиенты получат возможность получить именно по новой процентной ставке. Почему? Потому что ипотечные кредиты – это достаточно долгие кредиты. Поэтому Сбербанк предлагает именно такое решение. Клиент должен оценить, сможет ли он вам служить этот кредит в текущих рыночных условиях или нет. В Кузбассе Сбербанк занимает 60% ипотечного рынка. И хотя пришлось увеличить первоначальный взнос, теперь он составляет от 20 до 50%, спрос на квадратные метры стал еще больше. Вместе с тем увеличились и ставки по вкладам. А значит и доверие, после пускай и не очень честного поведения неизвестных лиц на прошлой неделе, подорвать не удалось. И вопреки слухам, такие платежные организации, как Visa и Mastercard, продолжают работать. Только за месяц по Сибири плюс миллион клиентов. И хотя окружное руководство отменило бизнес-планирование на 2015 год, в Кузбассе уверены – клиенты не останутся одни. Для себя, естественно, мы всегда ставим план. Просто ситуация сегодняшняя такая на рынке, что далеко планировать нельзя. Тем не менее, для каждого подразделения существуют определенные планы. Сбербанк дал слово – по тем кредитам, которые уже на руках у людей, процент не поднимется. Помимо этого, всегда рядом банкоматы, в которых можно без проблем снять необходимую сумму. Закрыты все маловостребованные предложения. 1, 2 и 7 января отделения будут отдыхать. А пока же курс доллара по отношению к рублю падает. И в перспективе следующего года это намек на стабильность. Остап Григорианц, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Дедов Морозов и Снегурочек предлагают лицензировать. Мосгордума намерена навести порядок на рынке новогодних праздничных услуг. Это инициатива председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова. По оценкам экспертов, за декабрь-январь на услугах новогодних поздравлений детей предприниматели зарабатывают около 500 миллионов рублей. И качество их работы необходимо контролировать, считает Герасимов. Нужно разобраться, что происходит на рынке организации новогодних праздников. С каким образованием берут на работу людей. Определенно, аниматоры должны быть представителями творческих профессий. Это могут быть не обязательно актеры. Например, с работой Деда Мороза справился бы и музыкант. Возможно, стоит лицензировать этот вид деятельности. А агентствам предложить определенные нормативы приема на должность Дедов Морозов и Снегурочек. В Кузбассе началось отлаживание автоматизированной системы оповещения населения. Сегодня утром жители области услышали тревожные сообщения о том, что есть опасность радиоактивного заражения в регионе. Однако уже в течение часа информацию опровергли. Пресс-служба администрации Кемеровской области сообщает, что в настоящее время проводится учение МЧС. И обстановка на территории области спокойная. Защиту особо важных свидетелей отработали в Новокузнецке. Предотвратили сразу два покушения. А в Кемерове журналистам на традиционной пресс-конференции в Главном управлении МВД области рассказали о том, как защищают в Кузбассе тех, от чьих показаний зависит справедливый вердикт суда. Это обязательная отработка действий. Свидетеля привозят под усиленной охраной. У здания суда, его, обладающего ключевой информацией по громкому уголовному делу, уже встречают злоумышленники. Спасти свидетеля удается. Попутно спецназ ликвидирует нападавших. Как оказалось позже, один из них все-таки проник в здание суда. Ах ты судья! Сработано оперативно и без лишних движений. Свидетель не пострадал, разве что морально. Однако показания, как гласит легенда учений, дать смог. Отработка таких действий не случайна. На этой неделе стало известно уже о втором крупном деле по поводу банформирований в Кузбассе. Преступная группировка Волосатики, так называемая. Группировка длительное время оказывала влияние на оперативную обстановку в Гуревске, Салаире, в Гуревском районе. Реализация разработки проводилась в три этапа, начиная с зимы 2014 года. По Волосатикам возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали 8 активных участников ОПГ, в том числе и ее лидеров. Также в этом году в Таштагольском районе удачно завершилась операция по ликвидации местной банды. На днях приговор зачитали ОПГ Кузнецк-Строевские. Совокупное наказание членам группировки – 68 лет лишения свободы. И везде в качестве жертв фигурируют предприниматели, которые были настолько запуганы, что отказывались давать показания. Органы, обеспечивающие государственную защиту, сейчас обязали осуществлять психологическое сопровождение защищаемых лиц. Вопрос этот является довольно актуальным. Для нас уже длительное время мы, скажем так, с воодушевлением воспринимаем вот эти изменения в законодательстве. Дум-150 свидетелям за все время существования подразделения госзащиты удалось сохранить жизнь и соблюсти их конфиденциальность. За пять лет ни один из них не поменял своих показаний. Если раньше меры госзащиты применялись в основном к потерпевшим, то сейчас подзащитными становятся и сами обвиняемые. Дмитрий Петин, Остав Григориан, с новостью моего города. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните на телефон горячей линии телеканала «Мой город» 8 933 300 0300. И вы сможете стать героями наших сюжетов. Может ли водитель ездить задом наперед? Об этом в рубрике «Тем временем». И вот что еще подготовили мои коллеги. Финиш Кузбасса. Финал шести для кемеровской команды завершен. Металлург в ЦСКА. Илья Сорокин покинул хоккейный клуб. Более 20 тысяч кемеровчан участвуют в движении общественного самоуправления. В областной столице 48 центров по работе с населением. Только некоторые регионы могут похвастаться такими же цифрами. На днях активисты собрались на городском слете, чтобы подвести итоги работы за год и составить планы на следующий. Тему продолжит Ольга Дурных. Традиционный, уже девятый слет общественности прошел в Кемерове. Активисты территориального общественного самоуправления и работники центров по работе с населением подводят итоги года. Первые достижения представлены уже в холле. Выставка по делам лучших рукодельниц города. Нужно образ куклы в голове. Потом начинаешь его воплощать. Но кукла получается всегда именно такой, как она хочет быть. Она выбирает себе имя, она выбирает себе одежду. У каждой куклы есть имя, ее зовут Ларка. Она такая непоседа, любит прыгать на скакалке. За что ее часто наказывают, чтобы она не шумела. Яна в качестве рабочего материала выбрала самые женские – капроновые колготки. Оказывается, этот предмет гардероба вполне может превратиться в милых зверушек. Идею рукодельница подсмотрела в интернете. Технологию осваивала самостоятельно. Удивляются, умиляются. Очень интересно, конечно, очень забавно видеть взрослых солидных дядей, которым преподносишь какой-нибудь маленький такой сувенирчик. И как их лица меняются, они становятся хуже на детей. Приглашение поучаствовать в слете мастерите приняли не раздумывая. Это хорошая возможность показать свое творчество не только жителям района, но и всему городу. Очень много людей-самородков, которые действительно этим занимаются. Поделиться опытом, показать там другим детям, людям, мастер-классам показать, чтобы тоже заинтересовались этим. Это на самом деле очень интересно и очень завлекает. На слете подвели итоги ежегодных конкурсов на лучший центр по работе с населением и лучший комитет общественного самоуправления. Тех, кто поучаствовал в культурной жизни Кемерова, наградили дипломами и премиями. Глава города Валерий Ермаков поблагодарил неравнодушных горожан за их труд и поздравил с наступающими праздниками. Кстати, и в эти дни активисты не будут сидеть без дела. В канун Нового года и во время каникул в Кемерове пройдет масштабная праздничная программа. Концерты народных коллективов и юных артистов, конкурсы, ярмарки и спортивные состязания. Развлечения найдутся на любой вкус. 26 декабря на главной площади города пройдет открытие снежного городка. Кемеровчан приглашает поучаствовать в конкурсе на лучшее оформление саней и покататься на коньках и горках. В этот день мы будем активно встречать участников акции «Городская зима». Это все любители скандинавской ходьбы. В 4 часа мы приглашаем любителей на стадион «Химик» для того, чтобы они торжественным маршем прошли по проспекту Советскому. Пришли к нам на площадь и здесь для них очень известный спортсмен Новосибирец Владимир Ефремов проведет уникальную зарядку на свежем воздухе. В новогоднюю ночь центр города будет двигаться в ритме 80-х. Дискотека в этом стиле будет ждать всех, кто решится провести праздник на открытом воздухе. Главные пункты программы – конкурс костюмов, подарки и пиротехническое шоу. Ольга Дурных, Наталья Тагмагашева, Роман Абдрахманов. Новости моего города. Финал шести для Кузбасса закончен. Во втором матче группового этапа команда Дениса Мутусеевича проиграла в Белгороде московскому «Динамо» со счетом 3-0. После двух поражений кемеровчане не смогли выйти в полуфинал турнира и закончили свое выступление в Кубке России. Команда пока остается в Белгороде, чтобы готовиться к играм Суперлиги в новом 2015 году. 19-летний голкипер новокузнецкого «Металлурга» Илья Сорокин перешел в ЦСКА. Взамен Кузне получила денежную компенсацию. Сейчас Илья находится в расположении молодежной сборной России, которая проходит подготовку к чемпионату мира. Мировое первенство среди игроков до 20 лет стартует в Торонто и Монреале 26 декабря. Прямо сейчас Георгий Дюмин расскажет о необычной манере езды на такси в Индии. А я с вами прощаюсь. В студии для вас работала Ксения Кривко. До встречи на телеканале «Мой город». Здравствуйте. Тем временем блогеров удивляет чемпион задней передачи. Индийский водитель такси «Хаприд Дев» хорошо известен в своем родном городе Пхатинда в Пенджабе, благодаря езде задом наперед. Так он водит последние 11 лет. «Хаприд» настолько привык ездить на задней передаче, что уже и забыл, как управлять машиной традиционным способом. Он даже имеет специальную правительственную лицензию, которая позволяет ему передвигаться задним ходом по любым трассам в северной части Индии. Увлечение началось с поломки. Однажды верный «Фиат Дева» сломался, а рычаг коробки передач застрял в положении заднего хода. Он был за пределами города и решил добраться задним ходом до ближайшего населенного пункта и поехал довольно-таки уверенно. «Хаприду» так понравился эксперимент, что на следующее утро он написал на машине слова «чемпион задней передачи» и модернизировал коробку, чтобы иметь четыре передачи заднего хода и только одну переднего. После нескольких лет практики Хаприд может с комфортом ездить задом со скоростью до 70 км в час. На всякий случай он оборудовал авто сиреной от скорой помощи, таким образом предупреждая ничего не подозревающих водителей и пешеходов о своем своеобразном вождении. «Я делаю все от меня зависящее, чтобы защитить других водителей на дороге», — говорит он с гордостью. «Не хотел бы я встретить такого водителя на дороге». Странная манера вождения Хаприд обеспечила ему известность в родном городе, но бремя славы дается водителю нелегко. Он страдает от серьезных болей в спине и шее из-за неправильного положения тела при вождении. Тем временем оставайтесь с нами на сайте моего города. Увидели новое — поделитесь с друзьями. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова